ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Алло? Да? А кто это говорит? Мимин, который кур грузил? Давай, давай. Знаете что, Мимин, катитесь-ка вы колбаской по малой с паской. Знаешь что, Мимин, катись-ка ты колбаской по малой с паской. Режиссер Георгий Данелли очень любил разыгрывать людей, как в жизни, так и в своих фильмах. Вот и в фильме «Мимино» без такого розыгрыша не обошлось. Маленькая сестренка Лариса Ивановна своими шутками едва не изменила судьбу бедного Валяко, который Мимино. Школьницу Веронику, которая предложила Мимино катиться колбаской по малой с паской, сыграла юная актриса Ольга Казакова. И о ней, и ее судьбе мы хотим рассказать вам в этом видео. Ольга Казакова родилась в 1964 году в Москве. С детства девочка мечтала быть балериной и танцевать на сцене Большого театра. Но место балета заняло детское кино. В 1972 году восьмилетняя Оля прошла пробы и получила главную роль в фильме «Включите северное сияние» о поиске пропавших ребят в мурманском городе Красине. Дебют оказался успешным, и Ольга Казакова снялась еще в нескольких фильмах, самыми известными из которых картины «Странные взрослые» и рассказы о Кешке его друзьях. «А у вас в детдоме все такие смелые?» «Все, только я уже давно не в детдоме». «Знаем, знаем, тысячи раз слышали, знаем, что ты нашлась и что зовут тебя Жульетта. Сейчас из Жульетты сделают котлеты, а сама никакая не Жульетта, а просто подкидыш. А эти папа и мама не настоящие, они жалости взяли ее домой, а сама она детдомовская и все брет». В фильм «Мимино» она попала уже, имея солидный опыт, на съемочной площадке. Режиссер Данелия, встретившись с Ольгой, попросил ее прочитать тот самый текст, который она говорит «Мимино» по телефону. Пробы с Ольгой почему-то снимались на камеру, и после ей никто не позвонил, и она подумала, что не подошла режиссеру. Каково же было удивление Ольге, когда после выхода фильма «Мимино» она увидела себя на экране. Оказалось, что практичный Данелия вмонтировал в фильм видео из тех самых проб, где Ольга Казакова говорит свой текст по телефону. Кстати, озвучила ее героиню совсем другая актриса. За этот эпизод Ольга Казакова не получила ни гонорар, ни упоминания своей фамилии в титрах картины. После фильма «Мимино» Ольга Казакова снимется в своей последней картине «Чужая компания». Так случилось, что Ольга довольно рано вышла замуж, в 18 лет, за звукорежиссера Владимира Тарабаева, после чего всю жизнь играла одну роль. Роль жены, матери и домохозяйки. Ольга стала матерью семерых детей, шести девочек и одного мальчика. К сожалению, Ольга Казакова, ставшая по мужу Тарабаевой, давно овдовела. У нее уже есть внуки, и в ее доме всегда звучит детский смех и веселье. Сейчас актрисе 56 лет. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok